Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Номер 903. События дня. Откровение Иоанна Богослова. 10 глава 6 стих. Времени уже не будет. Ефесянам 5.16. Дорожа временем, потому что дни лукавы. За 6 июня 2018 года. События важные, какое вчера было. Мы тут много поработали, я показал, мошка ест. Прямо бьются руками. Я сказал, а я себе решил не задевать. Едят так и едят. Все удивляются, у меня по лицу прямо кровь течет, говорит. И рука правая вся искусственная. Ничего, ночь прошла уже меньше, ничего нет. Это даже и полезно в какой-то степени. А потом собрание деревенское собрали, посоветовался. Во какое время? Ну, самую жару взяли после обеда. В три часа дня собрались деревенские. Кто пожелал? А в уставе деревни написано, кто не придет, а собрание все равно состоится. Его предупредили, он не пришел. Речь шла о том, что в 16-м году, когда на нас напали 18 июля. Ну, как напали? Ну, раз патриотнадзор был, теперь полиция тут дежурила, приезжала в 10 часов. Поздно так, вдруг машина полицейская является. Дети были уже привучены к этому, прошли тренировки и они бежали. Интересно, бегут, а впереди эта съемка-то идет и сверкают молнии в ночи, и дети убегают в ночь при свете как бы молнии. Ну, интересно так было. Это тронуло кое-кого, так что ТВ-24 приезжала. Но на утро уже следующее, дети-то уж больше этого, дети в лагерь никогда не заходили. Собрал опять Господь нас вместе, и я сказал, лагерь не просто закрывается, а расформировывается. А я только что перед этим новую команду, волонтеров набрал, выдал документы им на это. Все в прошлом. Ну, и власти не могут на этом успокоиться. Они там подают приостановить деятельность лагеря, повторяем, не существующего. То есть они не следят за событиями. А все это я выставляю в интернет. Другие говорили, вот выставляйте и говорите. А я сказал, что мы приобретаем несколько домов, и в них принимать будем гостей. Слово «лагерь» исчезает. И вот прошел 17-й год, нас не тронули. Также приезжали, тот же порядок, который в лагерь был, раннее вставание, гимнастика, занятия Словом Божьим, купание, игры, ягоды. Все так же. Ну, весь устав. Почему? Ну, это очень хороший устав. Потому мы его не бросили. Но власти на этом не успокаиваются. Зимой дали знать. Вам надо зарегистрироваться, там, соответствия, несоответствия убрать. Подали в суд. И суд не удовлетворил ни копейки им с нас. А я другие читал лагеря. По миллиону, по полтора штраф. Это и советская власть, и фашисты никто не делали этого. Чтобы детей разгонять и брать штрафы с детей. С кого брать-то? Вот у меня минимальная пенсия, пенсия бомжа. Потому что мне нигде не давали работать. Советская хорошая власть. Я реабилитирован, вернулся как политзаключен. А мне работать не дают. А если я не работаю, значит, я тунеядец. Вот. Все. Специально был Евгений Венц, с фамилией майор. Железнодорожный отдел милиции города Барнаула. Который устраивал возвратившийся из рабства, из тюрьм, по лагерей. И он всех устроил. Меня не может. Ходит, ходит. И такой удивлен. Ну, как это так? Нигде не принимают. То есть, видимо, КГБ везде сообщило. В одном месте как будто приняли. Но сказали во вторую смену. Там железобетонные изделия делать. Тяжеленная работа такая. В парах там. Я пришел, кричит. Отдел кадров на втором этаже. Кричит. Ну, иди сюда, баптист. Я подхожу. Он мне в окно. Как швырнет мою. Уходи из-за двора. В трудовую. В окно выбросили. Это хорошая советская власть. Я не беру ни из-за исторических данных. Этого нигде никогда не было. Работает и работает. Ни Некрасов, ни Достоевский этого не описывал. То есть, самая чудовищная. С тысячу раз хуже фашистская власть была. Преследовала своих родных. Класс за классом уничтожала, вырезала все. И поэтому то, что нас постигло, государство-то на миллионы уменьшается. Сбережение народа, о чем заботился Солженицын, патриарх Алексей II, наоборот, все на выверт. Уничтожить, уничтожить. И вот, меня нигде на работу не принимают. А я в это время уже лагерь основанный, с 1972 года. Занимаюсь. Накормить, напоить. Государство рубля не дает. И них под камином только преследует и преследует. Вот кто-то сбежал, какой-то преступник. И есть такие сведения, что он у вас скрывается в детском лагере. Незнакомый преступник. Это все милиция говорит. Берут данные, откуда дети. Но штрафов не было. Вот что главное, что эта власть в этом жадная. Жадная толпой, стоящая у трона. Свободы, гения и славы, палачи. Вот это вот я все применяю к себе. И вот мы пошли. А власть сейчас не успокаивается. Прокуратура приезжала, Мамонтовская. Вот у вас строение. Это вот они там занимают место. Это надо их убрать. Бульдозер вроде прислать. Они ничего не знают. У меня документ есть за пятью подписями. Директором совхоза Мануэллова. Депутатом там какой был. Вторая подпись. Третья. Главный агроном. Четвертая подпись. Председатель сельсовета. И там пять подписей. Еще там кто-то есть. И печать стоит. На 10 лет мне 3 гектара. А я ни одного гектара не взял. Кучу разровняли, чтобы только не трогали нас. И на этих навозных кучах стоит. А рядом старые дома, которые там были колхозные. Не жители там. Что-то. Где там коров дуэты было. Там не подойти ничего нельзя. А теперь убрать кому-то мешает. Кому мешает землю отошли? У Потеряевки. 10 лет я. А где-то 3 гектара. Нигде их и не было. Никто не брал. По дорожке ходили. По одной купались. То есть лютая ненависть у сегодняшней этой власти. Не могут успокоиться. Пока мы есть это обличение. Вчера у нас прошло собрание. А имущество все. Лагерное. Там строение. Игры где. Столовая. Под открытым небом. Воздухом так. Это все я им передал в деревню. А акт есть. А там все давно деревенское. И суд когда шел. Они запрещают. Просят закрыть лагерь на 90 дней. Да. При благоприятных условиях. Мы еще только полторы бы недели пробыли. Уехали. 2 августа закрытие было. Вот это 18 июля. И еще закрывать. Когда лагерь реквизит. Вот надо быстро все делать. На несколько шагов впереди власти идут. Они глупые-глупые. И судья была. И она ни рубля им не вырешила. Ни рубля. Ничего нет. Доказала, что это несправедливо. И лагерь был до образования общего. Но они хотели по общим ахнуть. Десятками тысяч рублей. Тысяч хотя бы 50 сорвать. Ну, бездельников. 110 тысяч. Роспотребнадзорного набрано. Форма, звание. 110 тысяч. Ежемесячно надо кормить. И пенсии. Вот сегодня на 7 июня 2018 года у меня 7 тысяч чем-то. Пенсия бомжа. А трудовой стаж у меня 35 лет. 35 лет можно было дать. Нет. Что работал на корабле, это в Латвии, другое государство. Никто тебе ничего не даст. Ничего и нет. Ну вот живой не тужу. Благодарю Бога, радуюсь. И тогда решили, раз такое дело, а эти строения уже все потеряевские. Они даже не знают, что это не мое. И провели собрание, законное собрание. Оставшееся здание превратить в музей. И музей, ну это я не знаю, где такой музей будет. Вот. Сейчас подхожу. Надежда Васильевна вчера написала этот музей. Вот он, не знаю, видно нет музей. Комплекс. Вот комплекс. Так как тут сделать-то, я не знаю, сейчас, минутку. Вот так вот музей. Комплекс для бедных лагерей. И вчера мы сделали, отпечатали, прибили, прикрутили. Четыре в лагере, где там не нужно убирать, чтобы нас... Это все на нас, деревенские нас попросили. Чтобы мы следили, сделали, ремонтировали. И дальше что-то будет. Объявим газету. На этой неделе уже ничего. На той неделе в прокуратуру, в сельсовет. Везде подать данные, что это уже музей. Музей. Ну, могут и ночью приехать разбомбить. Но еще мало ли еще давили ночью. Разбойники ночами обычно действуют. И вот даже стоят там какие-то, как курятниками назывались эти, кельи. Они мешают. То, что у нас в лагере было, у них нигде никогда не было. Чтобы такое раннее вставание, молитвы. И, повторяю, узнав о нашем лагере, прилетала, оставив свои занятия, директор Кэстонского института из Лондона до Останкина. Оттуда дали сопровождающие. В Потеряевке были. Когда она все посмотрела, она только сказала, говорит, мне и в половину не рассказали, что я увидела. Приобрела книги, купила. Ну, и все описала. Большая статья зарядить. Просто Ксения Дэннон. Так. Осуществление мечты. Вот так, кажется, назвала. Приятная очень женщина, видимо, русская совсем. Ни малейшего акцента нету. Маленькая такая, светленькая вся. Вот так. А в ваших-то лагерях я их называю гненники разврата. И вот мы делаем музей. Я думаю, кто-то будет приезжать когда-то. И тогда им рассказывать. Комплекс, потому что часть находится в самой деревне. Тут тестомес, колодец, игровые площадки. Там не умещалось. Детей-то было много. Это все заранее. Баня. Это все в деревне уже. Но лагерное было как бы. Потому что я тут живу. Ну, и там сколько всего. Башни разные, игры, городки, ходули. Ну, все там было. Лагеря подобного не было. Никогда и нигде. Нигде, никогда. Почему? В пять часов утра вставать. Подъем. Даже в один вопрос. И все рухнуло. И далее. Сидим. Деревья рядом качаются. Птички поют. Суслики под ногами бегают. Ну, крыша только накрыта и все. Ну, где? Найдите такой лагерь. Нету. Без помощи государства. Ни рубля. Нету. 53% у меня всегда было бесплатно. Покупали билеты. Вот сейчас с Украины приехали двое-двое. Мы опять взяли расходы на себя. Билеты. А Господь сделал так, что возмещение пошло сразу. Там Николай Астахов с Ирмой. С Испанией прислали денег. Как раз хватит на дорогу. А она уже здесь вчера пить. Хлебы печет. И все делает Марина Христенко и дочь ее Полина. Играют дети. Это мешает. Это зависть все лопаются. Почему? Да все в коммунистической отроде это осталось. Это их плоды. Ну, кому мешают стоят наши строения? На навозной куче. Там дети приходят, играют. Тошнота их берет. Вот если бы была полная дана власть, как он, змей, встал, говорит, поглотить младенца, сожрать, когда жена родила, так и здесь. Уничтожили бы всех детей. За время перестройки только 120 миллионов абортов. Сегодня озвученная цифра. 120 миллионов. Да это государство. Газета «Комсомольская правда» напечатала огромная статья на развороте. Если бы большевики не победили в 17-м году, нас бы было 650 миллионов. 650. Ну и все, земля была бы заселена как надо. А сегодня там Китай из юга, там Средняя Азия подбирает. Русский народ исчезает. И так и должно быть, по слову Божию. Кто убивает, сам будет убит. Кто вел в плен, сам пойдет в плен. Так вот случилось. Вчерашний такой один день. Такой полный. Дети на качелях качаются здесь. Нестор пошел с нами. Представь, Нестор какой, девятый год уже. Маленькие ребятишки. А семья, мать при смерти. При смерти операцию сделали, а дальше уже нельзя. Все у нее охвачено раком. А отец еще и пьет, и глухонемой. И дети, счастье, родители у меня в лагере. Повторяю, девятый год. Ну и что девятый? Все сразу, ну еще, ну вы копейки не дали. Ну и что, что не дали? То есть придурки. Как сказал этот Владимир Владимирович Путин. Россия для русских. А куда ж девать евреев? Куда немцев девать, которые чувашев, казахов? Ну каких только нет у нас. У меня в лагере как раз все национальности были. Евреи, цыгане и баптисты, пятидесятники. И такой уникальнейший лагерь. Это все понимают. Все добились, что его нету. Ну, смысл остался. Детей принимаем. Приезжал в прошлом году три раза только начальник уголовного розыска. Но ни разу, нигде ни слова худого не сказал. И только спросил, так в лагере-то нету, нету. И все. И интересуется, человека привезет. Вот надо же так. А он-то призван, как бы, судя по всему, как-то прижать. Он никак, нигде не вмешался. Но только благодарение Богу. Тогда был прокурор Сухов здесь, Жабина, помпрокурор. Ну, до того добрые люди. Ну, а, для вас все добрые. Они через вас грехи замаливают. Ну что, это плохо, что ли? Я вспоминаю добром в молитвах. Вот полиция там, что творят? Это менты, это мусора там всякое. Но мне-то 79 лет. Вот через три дня будет уже полностью. В 80-й год пойдет. И никогда не попадают в плохие милиции. Нигде, ни в дороги, нигде. Как будто бы Господь так делает. Самых хороших выдвигает ко мне навстречу. Я никому не лечу. Мне зачем это нужно-то? Я независимый от них? Нет. И вот теперь немножко прочитать, что здесь написано. Александр Банников пишет сегодня. Добрый день, Игнатий Тихонович. Можно ли мне в этом году креститься в Потеряевке? Я отвечаю. Где же вы были раньше-то? Почему же не задали этот вопрос до этого дня? Незнакомых не крестят здесь. Кому задать вопрос? В самой вашей анкете у вас ничего нет о вас, кроме рождения, учебы в школе. Кто вы? Что за убеждения ваши? И один ролик такой. У Сергея Пупкова активно идет обучение не только собак четвероногих. А там Никита приехал. Догадывайся. Екатерина Мюллер. Доброе утро, дорогой господи Игнатий Тихонович. Вот уже несколько месяцев смотрю ваши блоги и ваши видео. Это просто наркотик, в кавычках, в хорошем смысле этого слова. До поздней ночи. И оторваться очень трудно на работе. Когда все уходит, ставлю на звук и слушаю часами. И работаю. Благодарю Господа Бога, что познакомил меня с вами. Теперь благовествую о вас дальше. Ну, то есть о роликах. Часто слезы сами катятся от ваших толкований и пояснений с Господом нашим. Меня познакомила моя любимая покойная бабушка Евдокия Аксентьевна. Вот знаете, имена-то какие были. Не то, что Татьяна Ивановна, Мария Ивановна. Мама моей покойной мамы еще в раннем детстве. Помню себя также с пяти лет. Бабушка молилась Господу несколько раз в день, и я с ней. В доме у нас было множество святых икон. И большие такие, и поменьше, и горели лампадки, соблюдали все святые праздники, памятные дни. Возили меня в церковь, на вазу или на санях, накрыв большим пледом, чтобы никто не увидел, так как мой папа был «заядлый коммунист». «Заядлый» в кавычках. Еще много могу рассказать, но знаю, как ваше время дорого. Прошу меня изменить и прошу вашего разрешения на скайп-связь с вами. Когда будет вам подходить по времени, буду ждать вашего ответа. У меня нет вашего скайп-адреса. С уважением и пожеланием крепкого здоровья, Катя Мюллер. Ну, я и ответил. Теперь пометьте себе число 10 октября 2018 года. Вот только после этой даты можно будет выйти на меня по скайпу. Сейчас я в деревне, как видно по видеороликам. Скайп вставляйте, Игнатий 10. Все кажется просто так. Катерина, если это читать будешь, это ответ. Чтобы Господь видел, что действительно так. У вас разные сережки, краски, все это бросьте. Потому что я обязательно сделаю вам замещание. Если это будет. Это осуждается Священным Писанием, Пророком Исаием. Третья глава, кажется, все. Ну и показать наши некоторые ресурсы. Вот тот. Это мой мир, я очень люблю его. Вот этот мой мир. Легко писать, обращаться. Где я в шапке? Тут можно писать, связь держать. Ну вот. 1600 тем, это ленточные. И вот 11 280 роликов у нас. Вот сегодня я выставил 14 роликов. 14! Все разные. Вот посмотрите, какой большой это обед, как у нас были. Потом отсели посиделки. Священники. По скайпу зашел человек. Священник проповедь говорит, читает Яна Златоуста. Вот мы щебесят ловим, показать людям. Тут Никита была еще. Книга моя. Книга. Открытым оком. 24-й том. Вот как сделали, как вот я вклюну. Немного. Златоуст. Кулик большой. Вот злато. Книга моя. Как она выглядит. Посмотри. О, открытым оком. Вот она как выглядит. Можно остановить. Прочитать. Текст довольно ясный. Это я сейчас на все раскинул. 38 томов книг. Ну, а так-то на самом деле больше 38. Еще 7. Ну, 45 книг у меня вышло фактически. Остальные в интернетной версии. И вот сама перелистывается и музыка. Вот послушайте. Вот так. Как будто бы ничего и нету. А как интересно. Книга. Сама листая затормозила. Вопросы. Это Новиков Сергей Александрович. Вот показал только. Дальше. Наш большой библейский сайт. Вот оно где. Тут все есть. Книги тут насчитываем. Ну, вот так на сегодня все. С Богом. Тер ponSO. Я...